Много миллионов лет назад на территории нашей области плескалось неглубокое теплое море. Свидетельство прошлого проще всего отыскать вдоль берегов рек. Сотрудники Ивановского музея камня решили узнать больше о геологическом прошлом нашего края и приступили к исследованию берега Волги под Юревцем вблизи деревни Лобаны. Здесь около деревни Лобаны у нас находят четыре интересных выхода юрских глин. И вот мы здесь уже в экспедиции находимся третий день. Изучили уже один из этих выходов. Есть интересные находки. Я думаю, что основные интересные находки будут у нас еще впереди. Потому что здесь как раз в Келовей, это где-то около 163 миллионов лет назад, когда суперконтинент Пангея начал распадаться, образовалось такое бариальное море, достаточно мелководное, в котором водилось огромнейшее количество морской фауны. Раньше здесь водились ихтиозавры и плезиозавры. Сотрудники музея камня очень надеются найти останки этих крупных морских обитателей юрского периода. В 2010 году уже удалось обнаружить фрагменты скелета ихтиозавра. Были и другие, очень ценные находки. В предыдущих экспедициях у нас попались, вот когда мы стояли в прошлом году, это пинны, это двусторчатые моллюски, это сибельки морских лилий, которых мы не находили до этого вообще ни разу, иглы морских ежей. То есть это говорит о том, что здесь было именно мелкое море, теплое мелкое море, потому что лилии они глубоко не растут. Отыскивать фрагменты морских обитателей сотрудникам музея камня помогают воспитанники школы-музея Литосклеа. Майские праздники – самое подходящее время для экспедиции. Поиски свидетельств прошлого проходят без ущерба учебному процессу. Я участвую в этой экспедиции, потому что для меня это представляет интерес. Это же история Ивановского края, мне достаточно интересно, потому хочется знать, что было до этого на этом месте. Мы здесь занимаемся поиском выходов южских глин и непосредственно в них поиском окаменелостей и других предметов палеонтологии. Палеонтологическая экспедиция продлится 7 дней. На берегу Лубановского врага исследователи разбили палаточный лагерь. Дисциплина строгая. Два человека дежурят, остальные занимаются поисками. Первый день экспедиции принес неплохие результаты. Была найдена раковина головоногого моллюска – монита, двустворчатой раковины грифеи. Также были обнаружены в большом количестве белемниты. Головоногие моллюски – предки современных кальмаров. В Бриальном море их было достаточно большое количество. Как раз они являлись той самой пищей для ихтиозавров и призиозавров, которые любили их кушать. Кушали они их весьма оригинально, они прогладывали их. У них была такая внутренняя раковина, которая называется ростер. Само мягкое тело у них в желудке переваривалось. А потом вот эти вот, так сказать, ростеры, которые были достаточно твердые, они потом отрыгались. И мы их вот сейчас как раз и собираем. Вот иногда находим такие образцы, которые поедены с желудочным соком. Сотрудники музея камня стараются пополнять свою и без того обширную коллекцию экспонатов окаменелостей и минералов. После завершения ремонта в здании Ивановского музея камня будет создана отдельная экспозиция, которая расскажет о представителях фауны, населявших нашу область в прошлом. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.